Просто они, наверное, у друга. У нас же разные банки просто. Мы, наверное, в такой день... Ой, нам в такой день пришли. Так, ну что, Бетусик уснел. Ты, пожалуйста, сними с меня. Сейчас. Ой, песок порвалось? Нет, я оторвала. Ну, ты что, оторвала, вы мне не говори. Так, всем чава-какав. Ну что, как у вас белишки? Блин. Я такая белая. Хочу быть черной, сгорелой хочу быть. Я белая, как подарок. Привет, наша самая обаятельная. Привет, спасибо. Так, так, ты где сейчас? Я дома. Мама рядом, да, мама только пришла. Тата, так какую можно сделать тонировку для того, чтобы был такой же цвет? Если честно, я очень плохо разбираюсь в красках. Я никогда в жизни сама не красилась. Поэтому понятия не имею ничего о красках. Тата, у тебя ужасный нос. Слушайте, у меня шикарный нос. Мне он очень нравится, мне он очень подходит. Поэтому живите со своими носами. И тебе моим носиком дышать не надо. Правильно? Поэтому, почему тебя парит мой нос? Мне наверняка тебе тоже много чего не понравится. Ну, как-то я не лезу со своим самоваром к тебе. Про тепляш не слышала? Нет, ничего не слышала. Даже знаю, кто такой тепляшный. Покажи косметику. Сейчас, если честно, Линя. Вот меня на столе лежит. Ладно. Ладно, порвала. Так, слушайте, ребят, если бы я делала нос, вы бы все об этом прекрасно знали. Вы бы видели меня. Я бы по-любому делала по рекламе. Вы бы все прекрасно видели. Или загадила бы прямой эфир. Вы бы все меня видели. С гипсом на носу, с сиськами, с письками, со всем остальным. Я ничего в этом плохого не вижу. Даже если бы я делала нос, но я его не делала. Поэтому, какой у меня был нос, так он у меня остался. Просто раньше я была жирная девочка, теперь я не жирная девочка. Вот и все. И как бы, естественно, у меня как бы лицо похудело. Если бы я что-то делала, то это, конечно же, все бы видели. От этого невозможно было бы скрыть. В принципе, мне так же говорят, что я делаю и сделала и грудь. Но у меня как бы была ДСК-2СК, так и осталось. Поэтому я не знаю, что вы хотите мне этим доказать. Даже если бы я его делала, ну и что, сделала и сделала. И что такое-то, если бы я это сделала. Поэтому не знаю. Каждому свое. Мне, я считаю, себя красавицей. Я очень эффектная, я очень харизматичная. И куда бы я ни пришла, еще никто не жаловался. Всегда мне говорят только комплименты. Ну, всем не угодишь. Если я тебе не нравлюсь, мне кажется, что лучше на меня не тратить все драгоценное время. Потому что твое время, я думаю, для тебя оно должно быть драгоценным. Но если ты свое время не ценишь, тогда почему я должна думать, что ты должна ценить мою красоту? Так ты и себя не ценишь. А мою красоту, что ты более ценить не будешь. Так, губы тоже, ну почему губы я делала? Губы это не пластическая операция, мои дорогие. Вы понимаете, что такое пластика и что такое косметология? Вот, поэтому не знаю. Зачем мы ходили на передачу? Чтобы заказать свою правоту. Так, блондинечка была очень красивая. Мне ее брюно нравится. Но ты больше не готов к таки огромной порции. Все равно тут никто столько есть не будет. Мне кажется, вы немного наивны. Ну, почему нет? Я не считаю, что это долго. Я не считаю, что быть наивны, это плохо. Так. Есть папи сейчас? Да. Так. Цвет волос очень красивый. Посередине тепло, это зная. Слушайте, мне все пишут про цвет волоснежина. У меня правда, слушайте, это вот нара, она, конечно, творит чудеса. Вот он такой. Но он очень натуральный. И знаете, что самое прикольное? Что я вообще с первого раза ушла в темный. Я не была никакой зеленой, никакой там рыжий, баклажановый. То есть я очень красиво, равномерно смывалась. Вот как-то так. Сама укладку делала, да. Я уже давно делала укладки себе сама, сама делаю себе макияж. Как-то, не, ну есть, конечно, некоторые визажисты и некоторые мастера, которые, конечно, это сделают все лучше, чем я. Но большинство из мастеров или визажистов мне не нравится, как красят. И поэтому я уже крашу давно сама. Катечка, расскажи, как пережить развод. Ой, я даже не знаю, если честно. Когда-то мне казалось, что развод так сложно, развод так плохо, развод так тяжело. Но я, наоборот, очень благодарна судьбе, что она развела с Валерием. Потому что если бы мы продолжали жить вместе, вот это было бы ужасно. Поэтому Бог всегда знает, как лучше. Ну, мне покажется. Так, тебе было парня грузина, чтобы на руках тебя-то сносил. Слушайте, я не знаю. Нет, я навряд ли. Я не знаю, за кого я выйду замуж. Мне абсолютно не важна национальность. Но, не знаю. Так. Лишь бы на руках насидеть. Лишь бы на руках насидеть. Не, не, не. Не за всех, Мими. А я не буду заговорить. Мне пришлось поднимать тему национальности. Это все дело в трехпенном. Так, переделаем мейк. Это очень классно, сильное и мудрость. Hi, beautiful. Yum, 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 yum. Thank you. How you can know about Miami. You never try me. Как называется ваша стрижка? Я не знаю, что у нее за стрижка. Каскад. Мама ложка и гринит. Главный обзор. Я сегодня... Нет, нет, нет. Поехала на первый канал. Даже не успела... Не, позавтракала, позавтракала. Просто. А потом не обедала. Ты просто главный обзор города. Главный обзор города. Пришла ложкой кричать. Так, ну че, мамочку, будем сплетничать? Тогда я выхожу. Да? Или нет? Татуля, ты мне всегда нравилась. Спасибо большое. Мама, грузинка, да. Что за карандаш? Слушайте, у меня этих карандашей целый мешок. Я вообще хотела их продавать, но что-то потом мы немножко сунули в другую тему. И, кстати, эти карандаши правда прикольные. Мне все спрашивают. Я их крашу. Это вообще карандаш для бровей. Но я им крашу и брови, и губы. И он очень прикольный. Его не нужно наточить. Там будет такое лезвие в наборе. И... Там... Делаешь лопаточку такую. Лопаточку, вот. Ну, это просто мне сейчас совсем менее. Ну, нет, потом на большом покажу. У меня сейчас маникюр не остынет. Мам покажешь мне, мам кушает. Мам, когда кушает, ее нельзя пока. Так. Что с глазами? Будто косят. Ну, конечно, косят. Один смотрит на север глаз, другой на юг. Просто не может определиться, куда хочется. Нет, не надо выходить. Хорошо. Ну, вообще, я хотела бы вы будете качать с маму поблагодарить. Ну, вот еще и сами по себе. Просто сами тоже хочу помочь. У тебя виниры? Да. Так, а ты ешь молочку, кефир? Если честно, нет. Но я не по каким-то там типа соображениям, что... Просто не любишь? Просто я не люблю. Я не очень люблю. Молоко, конечно, иногда я употребляю, потому что я люблю латте, да. Я употребляю молоко. Либо же еще молоко с хлопьями употребляю. Но это, опять же, такая редкость, нежели норма. А там кефир, вообще всю молочку, в принципе, я... А, сыр я очень люблю. Вот что я люблю, я реально очень люблю, это сыры. Я вообще не могу без них жить. Я очень люблю дор-блю для меня, я без него жить не могу. Я очень люблю пармезан, я тоже без него... Твердые сыры, да, я тоже люблю. Твердые сыры, я очень люблю. Так, мне ресницы нежные. Что с ними? Ничего, я просто накрасила туши. Туши, я не люблю красть, и они хреново смотрятся. Я вообще не люблю, когда у меня накрашены туши ресницы. Привет из Донецка. Донецк, привет. Большой причем. Привет. Как у вас там дела? Что ты вообще ешь? Я вообще очень люблю, я целыми днями могу есть авокадо. Сырые. В принципе, я могу всю жизнь прожить, если у меня каждый... Вот мне нужно сырые и авокадо, сырые и авокадо, все. А, ну и краб. Я вот без краба все-таки жить не могу. Очень люблю мясо краба. Рыбу я не люблю, мясо я тоже не люблю. Мясо вообще не люблю. Рыбу вот не всю. Может быть, какую-то люблю, но очень мало. Мало. Вот авокадо я очень люблю. Так, орехи. Орехи это потому, что я белочка. А, орехи мне надо. Да. Кстати, да, надо... Ну, орехи, блин, не такие калорийные, но вообще надо их каждый день. Я на самом деле люблю вот эти штуки, знаете, с орехами, которые с цукатами. Блин, я так цукаты люблю. О, вспомнила. Еще я люблю цукаты. Я правильно сказала цукаты? Хавать. Надо хавать. Ну, все скольмутся, что ты хочешь? Давид. Так, крабы каждый день богат. Не, ну крабы я не ел каждый день. Мы не сказали про каждый день. Вообще-то мы говорили про то, что я люблю. А про сыр я говорила, что я... Хотя нет, подожди, крабы я бы тоже с удовольствием каждый день ела. Почему нет? Порке но? Врут, что была мужиком. Слушайте, врут. Не врут, конечно. Просто так хотела быть девочкой, так хотела быть девочкой, пришлось пищу натрезать. Ну, вот характер никуда не делался. Правильно Валерка говорил. Ну, кстати, поэтому и развелись, наверное. Так, воду по утрам пьешь? Нет, я не пью. Ой, нет, ну очень редко. На самом деле, я не люблю воду. Я вообще жидкости мало пью. Это очень плохо. Я тоже, кстати, мало пью. Очень мало пью жидкость. Это вообще ужасно. Татулечка, ты умница и красавица. Спасибо. Так, к Венирам быстро привыкаешь. Слушайте, у меня тебя раньше звали Тимур. Меня раньше звали Тимур. Я была Тимуркой, но потом думаю, блин, надо быть Таткой. Мне приснилась Татка во сне. И я вот решила, я решила вместо Тимурчика стать Таткой. Ну, вроде ничего Татка, мне нравится. Тем более, еще говорят, что Тата светская лица. А Тимур раньше был простой рабочий. Поэтому сейчас все хорошо, меня все устраивает. Хорошо, что я больше не Тимур. Подождите, хотела засунуть руку на Тимурку, а я вспомнила, что я была Тимуркой, а сисек-то не на то. Так. Где доченька? Доченька уже спит. Ты в Москве? Да, сейчас я в Москве. Здрасте. Так, что вы мне еще расскажете? Умного, вот что-нибудь умное. Так, она всегда прется, ей пофиг на вопрос. Почему я отвечаю на вопрос? По мере ей поступления. Ты что, в Москве? Да, я уже в Москве. Ты как будто тварь не знала этого. Давай каждый мой звонок, ты будешь как в первый раз. И обязательно в конце добавлю. Сейчас приеду вечером. Так, силиконы когда будешь делать? Ну, силикон все-таки я решила сделать тогда, когда Тимур из меня полностью уйдет. Пока еще остаток Тимура во мне есть, и поэтому нет надобности сиськах. Ну, нет, шучу. Но если честно, я не очень люблю сиськи. Я уже привыкаю к этому. Я не очень люблю большую грудь. Хотя, конечно, наверняка намного прикольнее смотрится в купальнике. Даже если бы я делала, то я бы сделала два с половиной. То есть... А, я уже привыкаю. Скоро приеду. Я тоже уже привыкла к этой фразе. Я сейчас такая сяду. Я тебя уже жду. Сейчас я перед такой сиял, я у двери сяду. Я себе там постелила коврик, мягкий такой. И буду тебя ждать. Так. Я сейчас в супермаркете шоплюсь от тебя и тебя смотрю с подружкой на связи. Спасибо. Надеюсь, я поднимаю чуть-чуть настроение. Люблю сиськи. Три люблю. А, кстати, знаете, вот по поводу трех сисек. У Анны болеет было три сиськи, прикиньте. Поэтому хорошо, что у меня две свои маленькие. Лучше, чем три большие. Нет, кстати, у меня правда было три. Нет, у нее было не три сиськи, у нее было три соска. У Анны болеет. Это вот у Теодоровской жены. У кого? У Анны болеет было три соска. Тата, ты думаешь о Валере, что вы когда-нибудь сойдетесь? Вы что? Ну, я вообще такого не думаю. Мне вообще зачем мне это вообще надо? Я считаю, что у нас он прекрасный человек, но не для меня. И у него своя жизнь, у меня своя жизнь. И мы как бы друг для друга не созданы. У нас абсолютно разные мировоззрения. У нас вообще ничего вообще друг с другом, кроме ребенка, по сути нет. Поэтому я наоборот рада, что мы развелись. И те, кто мне желает воссоединения, я наоборот считаю, что они не живут и желают, что у меня плохо жить. Я хочу быть мужчиной, которого я буду любить, который будет любить меня, с которым я буду счастлива. И Валера, это далеко не тот персонаж, я его не люблю. И... А что плохого-то? Что в этом плохого? Я ничего плохого про него не говорю. Я считаю, что он отличный человек, но не для меня. У папы моей подруги тоже три соска, она рассказывала. Слушайте, ну я... Наверное, в прошлой жизни она болеем была просто козлой, и мне поэтому так много сосочков осталось. Так, не хочешь изменить нос? Нет, мне нравится мой нос. А зачем тогда замуж за него? Ну тогда любила, ну слушайте, прошло уже три года. Все проходит, любая любовь проходит. Да и зачем любить человека? Ну, как бы, что нужно любить? Любить нужно себя, нужно любить отношение к себе и для хорошей, гармоничной жизни. А не вот это вот Санта-Барбара, извините меня, ежедневники, драки, склоки, рунки, никакие-то вообще абсолютно разные изгады на жизнь. Нахер-то вообще кому надо? Я наигралась уже в Дом-2, когда нет, не надо. Я в Санта-Барбару не хочу. Санта-Барбара, конечно, никуда не деться, но я уже немножко не в том возрасте, чтобы мне это веселило. Как-то так. Интересная логика, а что-то неинтересное, что я должна жить человеком, которого я, с которым я родилась, очень любил. Если бы я его любила, ну, наверное, я бы хотела помириться или бы он там хотел бы помириться с собой. Ну, я очень рада, что никто из наших, что у него нет таких мыслей, например, что у меня нет таких мыслей, потому что мы бы тогда ругались. А так, почему нам ругаться? У нас есть ребенок замечательный, которому я хочу дать большое будущее, и отношения с Валерой меня вообще не интересуют. Только дружески. Я его реально люблю, причем я его люблю, как своего брата, хотя бы смешно, наверное, звучит, но тебе поможет. Ну, как-то так. Привет, дорогая из Тольятти. Привет. Так, Валеру жалко. Почему жалко? Он взрослый мужик. Ну, хорошо, хорошо. У него все хорошо будет. Бог поможет ему. Вот. Как-то так. Вот ведь была такая любовь. Слушайте, ну, любовь проходит, ну, была, была. У меня, может, была, у него не была. Ну, слава богу, и у меня прошла. Поэтому все-таки, господи, ребята, и любовь, это все такая шляпа, если честно. Ну, сегодня есть любовь, завтра нет любви. Нет, это прекрасно любить, я не против любви. И я считаю, что это здорово. Ну, просто любая любовь, это работа, это желание двух людей быть вместе до конца жизни, когда есть какие-то обязательства друг перед другом. А так, просто друг другу смотреть в рот на одной любви, как бы, далеко не уедешь. Что друг другу в рот-то смотреть? Я любила, я никогда не предавала, я все делала, я все держала. Но это никто не оценил, и слава богу. Потому что, если бы это кто-то еще и оценил, то я так и сидела бы, и жила бы с Валерой, и была бы несчастной женщиной. Я, наоборот, рада, что я развелась, и передо мной открылась тысяча других дорог. А что бы я сейчас делала? Вот что бы я сейчас делала с Валерой? Ну, это вы мне расскажите, пожалуйста. Вот и я не знаю. Доченьку на какие-нибудь секции планируешь ходить? У меня ребенок ходит на развивающую гимнастику. Ты отвечаешь на выгодные тебе вопросы? Ну, нет, конечно, я должна же отвечать на тебе выгодные вопросы, наверное. Или как в жизни, как-то? Какие интересные люди! Охренеть! Мне просто интересно. Так, почему не отвечаешь, Леночка? И на что не отвечаешь? Так. Такая красотка, спасибо. Так, что ты берешь, что ты не предавал? Я бы никогда не предавала, потому что я не люблю собачьи. Ну, я не собираюсь ничего никому доказывать. У меня, в принципе, абсолютно без разницы, что там будут думать. Мне нечего не открывать. Даже если бы у меня кто-то там когда-то был, я бы об этом тоже сказал, потому что мне что, муж, что ли, дома с палкой побьет? Или что-то то, что я там что-то лишнее наговорила? Или вы что-нибудь что-то скажете, осудите? Да. Для нас прямо-то такое творится. Мамочка успокоится. И я как бы не думаю, что в этом есть что-то такое, сказать там правду после развивки руки. Мне просто скрывать нечего. Поэтому уж если бы... Ну, что-то мы слишком много про него говорим. Хорошо, что с Валерой остались вот именно. Отвечает только кто ей пишет, красотка. Ну да. А что я должна ответить на том, что мне плохо пишет? Я вот тысячу раз привозила, например, ребята, мальчики, девочки. Те, кто меня не любит, пишет мне какие-то вещи, которые мне не удовлетворят, которые мне не нравятся. Я не считаю, что вам стоит тратить на это время и еще сдать от меня ответов. Вот я, например, ненавижу... Я тысячу раз говорила, я ненавижу оливки. Но я не подхожу... Я когда иду в магазин продуктовый, я не стою у этих оливок и не говорю, какие эти оливки твари конченые, зеленые, черные, страшные, еще и с косточкой, вообще такие противные. И я не стою около этой полки. Потому что я люблю печенье, я люблю кукурузу. Я узнаю, где стоит полка с кукурузой, и узнаю, где стоит полка с печеньем. И иду за тем, что мне нравится. А то, что мне не нравится, я не стою у рыбной лавки и не ору о том, что там рыбы воняют. Рыбы там воняют. Ну, не нравится тебе, как воняет. Ну, не стою у рыбной лавки. Иди к мясной. Поэтому жизнь настолько открытая твоим ногам, рукам. Поэтому можешь выбрать делать все, что ты хочешь. Вести очку, посмотреть на меня, в принципе, я не против. Так что можешь потратить на меня свое драгоценное время. Правильно говорить про левки. Я всегда провожу этот пример, просто это реально правда. Я не понимаю людей. Я такая буду, вот у меня есть девочка какая-то нелюбимая, которой я ненавижу Настю. И я такая буду ходить и везде искать эту Настю, которую я ненавижу. Или будет мальчик Петя, которого я люблю. Так я лучше буду тратить время искать, думаю, где там этот Петя ходит, сидит там, или там у Глаши, или Маши, или неважно, кто бы то ни был. То есть я буду искать контакта с человеком, который мне нравится. А если мне не нравится человек, то зачем я буду ненавидеть его, думать о нем каждый день, и еще и искать его в своей жизни. Да нахер ты мне нужен? Бетя спит уже. Сейчас кушать будете. Нет, вам уже покушала. А я сейчас пойду. Ну, кстати, ооо, кстати, я сейчас иду в ресторан. Так, ты умничка, ухоженная светёшь. Видно, что любишь себя, у тебя искать прекрасная энергия. Спасибо большое. Мне очень приятно. Но я себя, кстати, я вам скажу честно, я себя раньше не любила. Вот когда я жила с Валероном, я вам скажу, что я себя не любила. Реально не любила. Потому что терпеть к себе такое отношение может женщина, которая, у которой с головой вообще беда. И ведь реально у меня была с головой беда. И что в этом хорошего? Ну, я молодец, я нашла в себе силы, я ушла, я не страдаю, я поняла, что это вообще просто, я поработала со своей головой. Тут нужно работать со своей головой. Женщина должна любить только того мужчину, который её носит на руках, с которым она цветёт, с хорошим садовником. Если у тебя садовник говно, его надо увольнять. Если ты с мужчиной не цветёшь и не пахнешь, это не твой мужчина. Ну, почему-то мы с женщиной зачастую, я была в такой ситуации, реально так и было. То есть живу с мужчиной, который меня недооценивает, который за мной не ухаживает, который меня не любит, который ко мне не относится вообще, как к женщине, и я там за что-то держусь. Ну, какие у меня могут быть претензии к Валерии? У меня к Валерии вообще никаких претензий нет. Это я дуб дубом, дуб деревом вообще. Просто тупоголовая девочка, которая вообще о чём думала, я не знаю. Но, слава Богу, это было как давно уже, и я как бы всё смогла сделать правильные выводы из той жизни. И сегодня я надеюсь, что в такую уже блевотню я не попаду. Вот, мне так кажется. Поэтому, девочки, любите себя, и обязательно нужно любить своего мужа, но нужно любить и отношение своего мужчины к себе. Это очень важно. Потому что как-то странно, да, когда мы любим мужчин, которые к нам не очень хорошо относятся. Где здесь любовь? Откуда? На одной любви, в любви с одной стороны, это уже не любовь, это уже не жизнь. Мазохизм. Это мазохизм. Реально мазохизм. Я тоже была когда-то с такой мазохисткой. И это ужасно. Так, а что ты от него хочешь? Я от него ничего не хочу. Я считаю, что я большая молодец, потому что я с ним... То есть я могу с ним нормально общаться, я не держу на него никакого зла, никаких претензий, потому что у нас есть ребёнок. И вообще, зачастую, как обычно бывает, когда женщина любит мужчину, вот они расходятся, и у неё остаётся вот эта женская обида, что её там бросили, что её предали, что там её не любили и так далее и тому подобное. Это слабая позиция, очень слабая. И женщина начинает манипулировать ребёнком. Ну, это, в принципе, с одной стороны понятно, потому что у женщин это единственная власть над мужчиной и котом. Власть всегда у того, кто не любит. В данном случае, когда мужчина уходит из семьи, от женщины, значит, это мужчина не любит эту женщину. То есть власти у женщины над ним нет никакой. Но власти внутренне хочется. Есть дети, и ребёнок – это её единственная власть. И вот женщина начинает манипулировать. Говорит, что там, мы типа с тобой... Отдать химчистку? Да, сто процентов. Ещё и химчистки нужно забрать тоже, этот шкур. Который час? Который час? У меня остын есть? Восемь. И поэтому... Восемь. Женщина манипулирует ребёнком, там, ты его не увидишь, там, то, сего, пятое-десятое. Мне вообще плевать. Сколько хочешь, приходи. Сколько хочешь, уходи. Сиди с ребёнком, делай вообще, что хочешь. Но если бы я его любила, конечно, я бы так не смогла. Потому что мне бы хотелось с ним ругаться. Мне бы хотелось бы... Ну, как это... Доказательств, наверное. Так, Юрочка пишет. Таточка, ты на меня не обиделась? Конечно, я обиделась, Юрочка. Обиделась я на тебя. Я на тебя очень обиделась. Как называются брюки? Я не знаю. Ну, мне кажется, не надо. Я их надо переделать однозначно. Если ты сегодня это не сделаешь, завтра уже не успеешь. А ты вниз идёшь? Да. Может, ты сдашь? Или нет, я сама отбыстаю. Ну, когда ты идёшь? Они всё равно так быстро меня не отдадут. Я послезавтра уже улетаю. Завтра у тебя последний день, да? Да, мне завтра последний день. Завтра мне вообще дел дофига. Завтра я уже буду в Италии. Сначала в Мелании, потом в Венеции. Потом в Монако, а потом обратно в Москву. Ты же знаешь, что ты для меня самая лучшая. Спасибо, Юрочка. Ну, что-то я не чувствую её. Я знаю, я тоже, что я люблю, Юрочка. Так, а какой ресторан просто? Я пойду, у меня здесь в моём доме есть куча ресторанов. На первом этаже. Прямо здание. Мне должна улица выходить не надо. Пойду туда. 2, 8, 8. Короче, вот такие вот пирожки у меня. Парло итальяно. Но. Что вам ещё рассказать? Не знаю, что ещё рассказать. Тата, без твоих эфиров скучно. Ты отвлекаешься от повседневной суеты. Ну, кстати, у меня стало побольше народа. Слава Богу. Почему мы до сих пор туда не ходили? Я не знаю, Юрочка, почему ты здесь ходил. Потому что кое-кто до сих пор так и не доехал, Юрий. Юрий. Я не знаю, ты там то в Клину, то ещё где-то. Ты парень деловой. Мамочка, ты надолго? Ну, я прям, да, высыпай, я иду купить. А, ты просто не выходи. Как выходные провела? Мам, как я выходные провела? А, мы с мамой были дома. С любимой мамочкой. С любименькой мамочкой. Вишь, какая я хорошая. Так. Маму-ли, привет. Всё, привет, мама, это Юра. Мама, ты чего не придёшь, привет? Мам, тебе Юра привет передал. Юрочке тоже привет. Я очень соскучилась по фруктам. Юрочка, ты понял на мёд? А, вот я написал, фрукты ещё нужны. Ягоды. Мне Юрочка летом привёз, офигеть, как много ягод, фруктов и вообще всего-всего. Мы их ели в неделю, в неделю. Мы не могли закончиться. Так. Тата, ты оставила фамилию Валеры? Да. Но я считаю, что это и моя фамилия, потому что фамилия моего ребёнка. И я поменяю уже фамилию только тогда, когда выйду замуж. За другого человека. И вот тогда я возьму его фамилию. Ну, это, если честно, не, на самом деле, ну, я не знаю. А что мне бы тощит вот другую фамилию, а другие дети другой фамилией? Не знаю. Блин, как-то хочется, чтобы все с одной фамилией были, типа. Значит, ещё привезла. Спасибо. Ты же знаешь, я люблю малину и голубику. Почему до сих пор люблю? Потому что моя дочь Блюминкранс. Я её мама, я воспитываю маленькую Блюминкранс, и я тоже Блюминкранс. Так, это на мелкий Юрочка. Нет, к Юрочке ты никак не относишься. Я Юрочку на фамилию убрать не буду. Нет. У Юрочки есть там один человек, который возьмёт его фамилию. Сколько Юрочке лет? Юрочка уже старый передумали. Да, Юрочка, сколько тебе лет? 90 есть тебе уже? Так, Тата, если Валера изменится, ты его примешь обратно. Да зачем? В чём он должен измениться? Он отличный парень. В чём он должен меняться? Он отличный парень. Он, не знаю, он хороший, но ему ни в чём надо меняться. Просто он такой, я такая. У нас есть абсолютно разные интересы на жизнь, разные взгляды. Ему не в чём меняться. Он тот, кто он есть. И ему не зачем меняться, я не собираюсь никого менять. И мне неинтересно, чтобы он менялся. Зачем он меня нужен? Я не понимаю. Ну, я не знаю. Так, Тата рассталась с мужчиной, попросила поговорить. Сказала, что пока не готов. А сказал, что пока не готов. Как ты думаешь, сколько нужно дать человеку, чтобы... Я не знаю, ты должна его заинтриговать, чтобы он сам к тебе херачил. Заинтригуй его, напиши какую-нибудь такую фразу, чтобы он голову ломал, что там случилось. То есть, любой человек, любого человека интересует только он сам. То есть, ты не должна говорить, я хочу поговорить. Конечно, он думает, ты хочешь поговорить, нахер ему это надо. Вот. Нужно чуть-чуть написать, чтобы и просто исчезнуть. Пускай он тебя ищет, а не ты. Пускай он ищет поводу поговорить. Только это понятно, если он сам захотел с тобой расстаться, он тебя не очень, может, там любит или еще что-то, или у него чувства остыли, то это никак, это вообще никакое отношение не имеет. Ты противостоит, что ты должна его заинтриговать чем-то. Я знаю, какую фразу надо написать. Нет, это другое, Юрочка. Вообще, можно написать, как я Юрочке раньше писала, я кое-что узнала. И Юрочка сразу объявлялся, кстати. Я кое-что о тебе узнала. Все. И он голову сломает, что ты там про него узнал. На самом деле, эта херня, это немножко другое. Надо что-то поинтереснее придумать. Ты же его хорошо знаешь. Должна подумать. Короче, нужно манипулировать им, и все. Людьми надо манипулировать, особенно мужчинами. Если не манипулировать ими, то всегда в жопу будем. Зачем нам это надо, девочки? А ты, Юрочка, давай выходи. Ну, хотя ладно, на Юрочку это не работает. На Юрочку это не действует. Юрочка уже пропукал свое счастье. Я над ним больше не колдую. Так, мужчинам нравятся успешные женщины или они боятся? Слушайте, я не знаю, есть разная категория мужчин. Есть мужчины, которые любят жертв. Они любят мужчин, которые любят женщину, у которых всегда все плохо. Которые зависят от мужчины. Кто-то, наоборот, любит женщин, которые все могут сами. Но это, наверное, мужчины-лентяи, которые не хотят брать ответственность. Ему хорошо, когда уже женщина такая наготовенькая прийти. Она сама себе все сделает, сама все умеет. Что, как вы ей там, ничего не надо. Сейчас время эмансипированных женщин. Даже если взять Италию. В Италии 8 марта даже неприлично подарить подарок женщине. Типа считается, что это ты ее унижаешь. Типа на счет. Какая-то не такая, что ты ей ей типа подарки даришь. Что-нибудь, типа, проститутка или еще что-то в этом роде. Поэтому я не эмансипированная женщина. Но я считаю, что женщины всегда должны иметь свои деньги тоже. Всегда. Даже если у нее их нет, она будет сказать, что денег нет. Как у нашего государства. Денег никогда нет. Так и у женщин. Денег нет. Знаете, вот женщина удивляется. Такая живет с мужчиной. Вот я тоже в такой ситуации была. Я сама была дурой. Вот ты такая живешь с мужчиной, с мужем, с кем, неважно. Юрочка, что-то мило. Ну так, кстати, я стою, Юрочка, Юрочка, не цвала. И вот она такая пошла, она говорит, вот надо за воду платить. Ой, там надо за квартиру платить. Да ты вообще такие вещи не должна тебя интересовать. Не должны. Вообще не должны тебя интересовать. Он знает, что ты такая возьмешь, ты все знаешь. Он скажет, ой, и будет там, знаешь, козятки жевать. Ты должна вообще не забыть про это. Все. Не заплатил за квартиру, значит, выгнали. Выгнали, пошла дальше. В свою квартирку. И на САИ. А куда это? У тебя уже деньги свои есть, копленные в карманичке. Да я шучу, девочки. Так, раньше я была другой, добрая. Сейчас Гриш панипулирует. Ну как так? Слушайте, ну а что, мужчины вами не манипулируют, девочки? Ну вы что, дурят, что ли? А вас, когда на свидание зовут, вам подарки и всякую херню дарят. Они что, вами не манипулируют или зачем они это делают? Ну что, гоните, что ли? Такие интересные вы. Прям вот, вы прям никогда не манипулируют. Даже дети манипулируют. Это нормально. И женщины манипулируют, когда их мужчины любят. Ну по-доброму, по-милому. Ну это мое мнение. Вы можете быть со мной не согласны. На словах я тоже такая умная. А в жизни, знаете, какая тупая? Поэтому, как бы, можете не ориентироваться на меня. Мне шлюсты бумажкой, хорошо. Так, а кто ты по национальности, а кто тут идет спор? Я грузинка. Правда, правда, видите? Юрочка, ты где? Я тебя потеряла. Ты испугался, Юрочка? Не, Юрочка, не надо манипулировать. Юрочку можно все попросить просто так. Так, не шуршите пакетом. Хорошо. Юрочка ушел. Короче, Юрочка все понял. Я открыла ему Америку. Так. Я грузинка. Какой у вас цвет волос? А, простите, все. А, простите, все, что хотят. Нет, у тебя буду, Юрочка, только я простить. Другие у тебя простить не могут. Нет, ну еще какие-то женщины по-любому в твоей жизни есть. Ну нет, я не имею в виду твоих девочек. Я имею в виду вообще других. Других женщин. Других женщин. Кстати, вчера где ты был? Мне кажется, ты вчера был с женщиной. Я вчера звоню Юрочке. Я говорю, Юрочка, ты где? А, он говорит, таточка, я тебе перезвоню, сейчас не могу рассказать. Я говорю, Юрочка, ты что, с женщиной? Он хихикает и говорит, нет. А мне все-таки кажется, что Юрочка был с женщиной. Ну-ка, Юрочка, расскажи, с кем ты был? Похвастайся. Мне интересно. Так, так. Вернешь блонд? Нет. Пока я точно не собираюсь возвращаться в блонд, мне очень нравится мой цвет волос. Что вам еще рассказать? Я не знаю. Мне вот нос не держит. Юрочка, а ты где, кстати, ты приехал? Ой, Юрочка, мне ночью Макдональдс привозил. И что ты мне еще? Когда я конфеты хотела, конфеты мне привозил. Так вкусно было. Никогда не забуду эти наггетсы. Так. Так, ты очень похожа с парнем из Монак, с Винсентом. Да, мы, кстати, похожи с Винсентом, очень. Я с человеком встречалась по работе. Если бы я была девушкой, то я не ответила бы на звонок. Ага. То есть, когда ты не отвечаешь на звонок, это значит, что ты в это время с женщинами? Ну, все понятно, Юрочка. Все понятно. Так. Так, Тата, дай совет, как заставить мужа давать деньги. Он жадный, я не знаю. Ну, я же не знаю, какой у него характер. Зависит от этого характера. Ну, ты сделай так, как будто это ему надо. Так, я живу в получасть от Милана. Ты по работе или можем встретиться? Слушай, у меня будет съемка в Венеции. И я буду в Венеции два дня, а в Милане я вообще буду один. Я этого приеду, я просто хочу погулять, потом вечером я уеду в Венецию, и там у меня будет съемка. И, ну, что, ну, два дня, наверное, я там буду, но не больше. Мне надо еще все образы подобрать. Я хочу какие-то прикольные образы под гондолу. Под гондолу мне надо образ. Под бананом будет. Ну, вот. Как ты похудел? Ой, я, если честно, я не знаю. Похудеть просто не жрать. Не, ну и спортом заниматься. Просто не жрать тоже нельзя. Просто правильно питаться. Что-нибудь легенькое. Откажи мужу секс. Я не знаю. Растегни пуговицу, услышите. Ну, тогда у меня будет видно с СССР. А, хотя у меня их нет, в принципе, можно. Где бы тусик? Бытусь их спить. Короче, ладно, ребятушки, мои любимые. Я поскакала, я вас очень люблю. Спасибо, что вы со мной. Оставляйте мне комментарии под сегодняшним постом новым. Я вас люблю. Чай, какао. Губы неогромные. Видите, вот Юль, что защищает много. Это просто губы. Слушайте, девочки, это секреты макияжа. Понимаете, вот вы зачем вообще косметику покупать, если ей пользоваться не умеете? Коза. Коза. Коза уходит, короче. Мне некогда. Надо сейчас накрасить свои губы. Чтобы они были как попка у обезьянки. И я пойду вниз в кафе. Все. Я вас люблю. Поэтому целую вас. Чао, какао. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...